и так приветствую вас дамы и господа и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по финалке да и дни лицом по флекси посмотрим как пойдет может быть флекс лицом будет интересней тег и так здравствуйте дэнни трех разу здравствуйте санта здравствуйте сфрон «Южный парк предыдущий сезон, также в члене исполнили Радж Мактинусе, должен упустить 27-го года создатель шоу, а по контракту получается 900 миллионов долларов, что является одной из крупнейших сделок из строителей Уидения». Вопрос в том, что создатели получают, то есть это чистая прибыль, или они на разработку всего этого дела получают 900 миллионов. То есть вопрос именно в этом. То есть если создатели получают непосредственно 900 миллионов, блядь, баги, вот, тогда эта штука, да, это довольно многое в целом. Вот, а если, то есть как бы на разработку получают 900 миллионов, ну это не так уж и многое, там... Добрый кусок от этого сожрут актеры, озвучки и аниматоры. Потом надо будет еще всем остальным платить, так что, ну, арена его знает. Здравствуйте, Лорин. Здравствуйте, Олег Даркс. Патриотичный что-нибудь? Ну, черная книга выйдет 10-го... А, сегодня уже не святое августы. Посмотрим. Посмотрим. Я в ней пока какой-то прям... Идеи и души не вижу, я бы так сказал, в этой... Черной книге. Здравствуйте, Лорин. Здравствуйте, Олег Дарксайс. Это игра, да. Карточная игра про деваху, которая типа ходит туда-сюда и что-то происходит. Ну, она выйдет, во-первых, через час только. Во-первых, а во-вторых, я... Я в ней не вижу... Ну, как бы... Ничего. К сожалению. То есть, скорее всего, она будет такая... Ме-е. Может быть, я буду не прав. Хотелось бы ошибиться, но... Мой щитметр подсказывает, что игра будет... Такой, средненькой. Максимально, причем, средненькой. Ну, вот. Ну, будем надеяться, что я буду не прав. А, к сожалению, когда же я был не прав, да? Почтенько, да. Вроде именно создателям баблатывали, чтобы дольше пилили. А, дальше пилили. Тогда неплохо. Здравствуйте, Дюляк. Типа очередной карточный оргалик? Да, типа как оргалик с сюжетом. Типа Гриф Лэнс. Ну, по крайней мере, что-то типа этого. Здравствуйте, Дюкопоса. Узер хвалит, что для маленькой студии 30-ти хороших часов выдает. Маленькой студии. Понимаете, после Вальхейма показатель того, что типа маленькая студия что-то такое сделала, прям за что хвалят. Ну, тут надо постараться. Потому как планка ныне высока, как никогда. Мне Вальхейм дико не интересует играть не моего жены. Да не аниме Силла Чейда. Действительно нет хороших игр, которые бы меня заинтересовали. То есть, честно говоря, я понимаю, что жанр ММО, именно у меня на стриме, один из самых провальных. То есть, аудитория собиралась не про это, естественно. Люди интересуются, которые обычно меня смотрят, совершенно другими. Они совершенно не интересуются ММО, но, блин, эта штука прикольная, и в ней есть сюжет, как в сингле. Поэтому она интересует меня. Но если люди не хотят это понимать, ну, флаг в кулак. Что я с этим поделаю? Kings Bounty заинтересовала? Да, но когда он еще выйдет? Ну, будем ждать. Не считаешь, до чего? Когда Kings Bounty выйдет? Нет, не считаю. Зачем? Поехали. Думаю, мы достаточно отдохнули, нам следует возобновить путешествие. Ладно. Давай, возобновим путешествие. Я, кстати, понял, что они квесты, и здесь разделение на две части, что является вполне, кстати, разумным действием на две локации. Для того, чтобы разгрузить те локации для новых людей. Потому что, скорее всего, люди здесь просто толпой наваливаются и носят, как самошедшие, что создает огромные нагрузки. А, правое плечо опять, пять секунд. Оно просто кресло улавливает. Кресло, оно не понимает, ему ловить кресло просто или не ловить кресло. И из-за того, что я слишком близко сижу, оно думает, что кресло захватывать не надо. И его начинает плющить немножко от этого. Что, типа, хочу захватить кресло или не хочу захватить кресло. Я не уверен, что делать. А-а-а-а. И его плющит. Развелось тут, блин, мух. Все чисто, прийди только патруль Альянса. Вы сказали, что силы Кастер Мариантис находятся под командованием генерала пламени Раубана Алдын. Алдын сказал они, да, Клик, господи? Алдын, а ну его же... Слушайте, его зовут, блин, вроде Алдын же его зовут, а Раубан у него, типа, фамилия, я не уверен. Это же бык из АЛМИГа, я не мечтал, что у меня появится шанс встретиться с легендой. Ура! Бык из АЛМИГа. Ой, там какая-то фигня, икс бонуса плавит. Давайте попробуем. Это интересно, как я увидел, что, кстати, тут чуваки какие-то паразиты собирают. Мне даже интересно стало, что это за фигня. Вот я не слышал о Раубане Саввач, сейчас расскажу. Это же Раубан, он же союзник, какого хрена на него Саввач есть? Ну, тут очень неплохо всякой фигни есть славянской на самом деле. Они напихали сюда, по-самому не могу. Я не знаю. Видимо, маленький референс к небольшой славянской авитории в целом. Чёрнок, я ухожу ранее в доступе в виде. Так они уже в это было, насколько я понял. То есть она, держите попытку её показывали, может вы и с попыткой путаете, она именно должна была быть. Что-то у меня станет, что ли? Слушай, а это сложнее, чем я думал. А что вы такие сложные достали, ёлки-модалки? Здравствуйте, Александр. Субтитры сделал DimaTorzok Чāh Т으SI ЧAudience Человек Чcomfort Чforder Получает даже малопроцентном ну может быть и до сетек 20 ну вот это прям лютые пошли я прям балдею то есть раньше я просто на боба смотрел и умирает от этого а тут я на боба смотрю он такой видела а это you talking to me you talking to me и как начать в лобов это странно отсылки до пошли не по ним непонятные видим кстати поэтому здесь эти шасты паровозами бегаю а не соло видимо я хрен его знает не уверен вышел там вот на роду повалил на тебя сервера скрипели на как давали потом все эти боевые скальтовые 50 тысяч это типа хочу это что за ухня улетела ладно я этого не видел потом все из боевых скриптовые дети которые начались урубаны и каждые дюки это отдельный инстанс и вот тут серверы и посыпались они просто выкидывал обратно в поле перед урубаном так и стал урубану тупо игроков который не учел ключи не происходило вот прям лишили выставившись огромную очередь у нас тоже пытались очередь стояла длиннющая но люди спеши там еще урубаны все равно было многие этот кость проходила лишь единицы нужно закрыть там дальше на сюжет еще один тюйти на самом деле никак то есть гильда толком и на что влияет пока что что она есть можно было конечно найти гильду и типа в старые харды походить или видеть вас новые друзья надеюсь вы здесь чтобы сказать мне что установили контакт с сопротивлением да генерал позвольте представить многое я вот я в рот компот я не знаю предел для ральгера захват ральгера достижения ральгера долина ральгера я из ральгера это в общем много из ральгера это как ведьмаки геральт из рига вашим услугам господин позвольте мне сказать что для меня большая честь предстать перед быком аламиго это не горо письки девчонка мы с тобой всего лишь солдаты на полевое сражающиеся за одно дело немножко немножко подзабыл как целисти генерал он в команде кэмпов и аламигин резистенс а презенте у алфома для наш официальный отсчет над лица сопротивлению и в этом вы явно движет бы поновее замутить серьезно то есть они в отличие от волос вова это понимание не понимаю что в принципе на ps4 то есть минут интересно ps3 закрыли сейчас он есть только на ps4 в целом игра имею ввиду но относительно мощно там можно неплохо и текстурки показать почему они хотя бы элла да хоть и некоторые наших лучших приняли участие в гибель на штурме грифона из форум пытались найти нового на заказ каста пола за холл резистенс а на ней хума он суппин опыта джойнин асс сен стал паттеров и это резина заложила тень на все сопротивление многие кто когда-то мог присоединиться к нам теперь думают лишь думают об этом а второе это грифин промеси one can hardly blame them they have no desire to give their lives for a lost cause после всех сложных обещаний грифон их трудно винить ну да слишком много обещал мы не будем лгать это война и жизнь мы не будем лгать это война и жизнь и жизни здесь будут потеряны смерть подстерегает где-то то что мы предлагаем это не хородочная мечта безумца настоящая надежда людям нужно доказательствовать и сдавать что-нибудь покажем я предлагаю встать плечом к плечу с нашими новыми советниками в ступени с гориллянцами в открытую войну сопротивление может должно продемонстрировать что они могут противостоять имперским регулярным войскам и с нашей помощи уверенно не смогут это сделать короче нужно найти какую-то символическую победу если мы победим мы сможем обратно вверх да у меня есть план давай гуторь а то есть мы уйдем в затемнение и план мы тебе не расскажем блин драматично молния-то ударила а все это у меня есть план и нет денег на озвучку наши разведчики недавно сообщили мне об интересном развитии событий в кастомбил 1 а именно о прибытии груза по слухам из научно-исследовательского центра вблизи столицы содержащего прототип магитаг брони собрём её по нашим оценкам эта броня будет испытываться здесь скорее всего против сил альянса еще до конца дня это ужасно больше беспокойства небезосновательно пока что не стоит отчаиваться быть полагается что груз содержал одну тяжелую единицу и одну и две единицы поддержки уверен что с помощью хороших хорошо спланировать засады сможем уничтожить их все отлично значит сейчас будем искать куда нам приткнуться для того чтобы их разбить ну пока все логично простенько и со вкусом да ты же мне поможешь у 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 так что считать есть народ еще весь шоша повалит именно сюда я вам клянусь если бы здесь было русификацию здесь народу было бы как не в себе русского имею а классно маркер игры слишком рождаем здравствуйте рандомчик не совсем разработчики строили игру на костью где джеков или разрывочки строили новый вид финалки вот такой сейчас который на есть и зрел реборда по прототипу вова то есть они очень сильно не на него смотрели просто внука тоже надо сделать что-то подобное тут есть там здесь а вот в чем здесь идет больше упор именно неплохо бим лазеры здесь идет опорный сюжет и люди в основном не любят читать сожалению очень не любит читать и если бы здесь например они были бы сократили это все либо вы сделали бы озвучку но это привлекло бы больше людей ну что люди очень не любят читать да то ли вы когда им читают припомнать и мишка вы как бы выигрывают именно такие проблемы но печи с точки гейп-дизайна говорю это волну и современных мини чему люди любят чего не любят это разве садированы на я дурак нужно было дальше тем Ну и сократить диалоги я думаю придется отчасти Потому что геймплей тут в принципе я не знаю То есть сейчас у кого что спер в последнее время Но WoW например сейчас также полнится Ну контент Вова полнится вот такими вот мулитхеллами разнообразными Типа тебя звонят здесь, потом звонят здесь Беги сюда, разбеги сюда, беги сюда, разбеги сюда То есть вот такое ощущение что он начнет с учетом выхода Времени выхода я думаю что он просто из финалки Потому что WoW всегда славился тем что Близзы И ничего никогда сами не придумывали Они просто брали у других и говорили что это сделали они Но делали они это довольно неплохо какое-то время Так что все на это в принципе закрывали глаза Так что я не знаю Нет Так что я не знаю Нет 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 ну так что мы будешь таки здесь будет чувствовать себя как дома но вот с пвп да с пропадут проблемы я кстати не знаю решает они не решают интересно это вообще кому-то неинтересно что ну как бы с пвп здесь что-то какая-то беда или не беда опять же мне сложно говорить что это реально беда потому что я сам я все еще не лез возможно я дико не прав что с пвп беда может быть я гоню потому что нет то знаю но выйдите явно лучше чем в тассо если что-то пошло прям в десятки раз лучше тут я думаю даже спорить никто не будет нет поеду что в общем у дает классно я тоже не спорил опять же если вот особый пвп но она небольшая и так сезона есть уникальными оградами для тосту игроков балансы постоянно правят но в основном усилие за ручкой он упрекла ну так же как и вове на самом деле в пвп уже давно никто ничего не вкладывает в вове там дай боже делают делают одну аренку и одно бг на дополнение то есть на два года два два с половиной и все баланс толком править где-то раз полгода когда у всех уже жопу ревать начинает как на себя и когда уже поздно что-то править идите вот ну чё баланс дальше очень сделаем в итоге просто тупо поход одни классы нерфи другие познаете было было вот так а станет вот так вот мы поправили баланс он вот такая вот правка молодцы ребята я как бы знаю чего рев вов очень много лет играл я опять после карты на все было так мрачненько не так ли как же они сомневались в нас все же мы здесь как в доку мы здесь как и дождь с новыми модными игрушками чтобы испытать их на прочь что на 5 7 ну как буду все мы именинных и снова в один день уж мы в игру химкира вылечали он как знаете как команда р мы его убиваем и такую я еще вернусь и убегает вот этот дебил да 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 я тебя знающая тебя кончу мой секрет наружу перемолите в кашу водорогу и дрить вот это мега пушки там десять ракет неплохо но и и понял ты еще ты еще а полин опять ггд убивает все и всю всю силу по на свете а вот почему имеет смысл касаться использую сегодня узнал кое-что новое оказывается можно использовать касацию но при этом давать навыки ну использовать навыки мне казалось что это фигня не работает если ты используешь касацию бак висит а тайминг таймер все уже идёт довольно удобно мне оказывается я думаю интерфейс вот полосками вверх вынести а здесь оставить основные кулдауны чтобы их поставить ну как бы чтобы я видел когда могу использовать и делать меня не слишком как есть последнее время меня так правильно Слышишь кровь! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Есть конец у этого моба Кто-то сражается и бежит что за... Да кто вы что это возьми такие... Дима Типа кто-то сражается и кто-то бежит... Пусть никто не спасется... Да... Убить... Засранцы... Бежит... А что все он сразу сдался... Оперативно.... Давай смотрим... А можно мне лимитбрейк как бы, чтобы я эту штуку мог убить? Да? Я не знаю, что это. Ух! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, вот тебе фигня, делай мась Вот тебе не оправданы тяжелые мешки Товари херневые, молодой Что нам дадут за квест? Ладно, потом сделают Сейчас пакость напишу, дальше в одном Только одно и одно как Вот это пакость Здравствуйте А вот это я пытался помочь жителям деревни И справиться с нехваткой продовольствия В последнее время имперцы без предупреждения Вырываются в деревню И конфискуют припасы, чтобы помешать людям Делать заплаченные на случай Если они могут быть в союзе с сопротивлением Это немного, но я научил их нескольким трюкам Чтобы лучше открывать то немного, что у них осталось Кстати, как поживает Лиза? Можно потому, что люди будут больше доверять местной девушке Если, конечно, они ее помнят Здравствуйте, Индолиз Лиза такая себе местная девушка Нет, я не хотела Где же ты была все эти 20 лет? Где ты была, когда мы были под собаком черного волка? За стороны его блюдочной стены, живая на широкую ногу Готов посмотреть Это... это неправда О, а это кто еще один из твоих свободолюбивых дружков Созволил помочь нам, бедным и счастным душам? Понятно Вы все дерьмо Вы все говно Я вас всех не уважаю О, господи Он прав, не важно, что я говорю или делал Это не изменит того факта, что я оставил их позади Тебя же вывезли отсюда Наречу делать не обо мне Или о ком-то еще Это касается а-ля Мига Поэтому я найду Мифрида Ну, давай, пойдем, найдем Мифрида Забежать умудрился Будет страшно было... А, вот Я думаю, что смог обратиться к ним, как к товарищам Не знаю, но если это что... Но если что, это только разозлит их еще больше Я не могу утверждать, что знаю Те лишения, которые были... Ну, которые были у них Лиза Я тоже бежал, да Но если бы я это не сделал Я бы никогда не встретил чей-то или остальных И мы бы не были здесь сегодня И в состоянии изменить ситуацию Я не жаляюсь вам выбора Я не извиниюсь за него Есть один способ борьбы Есть не один способ борьбы Помогите, помогите Кто-нибудь еще поможет Веркрата Он Трибус Проклятая кроссолова Они Понятно Кого-то захудели Ча мы всех порвем Нужно добраться до них Угу Ча чувак такой Не, я вас презираю Аксессия может он казаться предателем Что самое интересное Так, че, 63, да? Давайте палагин туда возьмем Первый, 62 Тائтные ТаааааааааааааааааAан Дуратель по 30% Дуратель по 10% Дуратель по 10% Дужественное давление Думаю, 50% Дуратель по 50% От эффекта Дара Отдerm Сентинал Дужественное давление Диактив Не плохо Не плохо Отлично Вперед Интервент Значит Веркрата где-то держит где-то в Зикурате на юге. Ага, пойдем. Пойдем. До второго танка накрывает тени, разве эта белка не воспользовалась? Наверное, 10 секунд. Да, на белка, кстати, прикольная. Не понял. Маленькие заборчики. Ну, МХ всегда можно поиграть грабанным ганблейдом. По-моему, херетином все-таки должен быть класс. Просто тупо ДПС, который вы почему-то сделали танком. С очень дерьмовой сейллкой, на самом деле. Пожалуйста, отпустите меня. Слышали это? Я думаю, что это где-то наверху Зикурату. Ааа, кто посмел, прийти грабить нашу плоть, нашу плоть, нашу еду. Недоступен, доступен уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, за полагин мало чем от 100 как бы уступают ганблейды, поэтому я и не вижу смысла как-то запариваться, брать ганблейды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понимаю, если бы не между ними какие-то прям супер кардинальные различия были? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть он там, насколько я понял, по ДПС от полагина мало чем отличается по выживаемости, даже близко к рэппскому струю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что, как бы, нахерек, азибайен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 быть на перекус вряд ли смогу быть даже хотя бы на перекус вот так вот вы нашли его блин где здорово щечка бы сужели чоком бы видите вы здесь чтобы спасти меня ваша сестра послала нас все будет хорошо моя сестра ухо раль груда гаммой даритация прибыла как говно укорена узнать о половине типа непрямая сборить я жму один вот и потом один два три потом 1 2 3 давай вернемся и это не видел только ртацут дыха в регионе Добавил субтитры DimaTorzok не нашли мы ничего интересного мотаться постоянно хотя бы действие красивые остался нельзя может между могу ходить без проблем плюс-минус 10 левелов от своих а у вас его сразу полет прям сходу повезло беру чего-то бы не так ли да мы по моему подсчетовано взято из пяти цеверкрата в таком случае забору находится рухнувший мост держись за камни держись тени мы скоро его найдем волен в стелсе перемещается так медленно просто кошмар как бы 50 процентов скорости штраф в любую минуту я ожидаю что он проснется появится за поворотом слышишь укрытие быстро протиснется за поворотом даже скорее да кофеин какая сейчас они перцы хуже черепа слушали за чтобы не случилось оставайся в тени не вмешивайся поняла ты дам стоять ты знаешь что тебе не должно быть здесь она объяснись господа я пришел доставить выкуп вполне себе вероятная история только дырак осмелиться прийти так зайти так далеко или возможно шпион сопротивления ну ну и вкарид о бомб а у смыла и бандит нет нет вы все неправильно поняли меня сбили с пути бандиты я и не виноват я сказал стоять они в это что чокоба может быть супер магическими просто запинают их своими ножущими ты что шутки же не думаю что мы все раз поверю что-то пятая часть за каких идиотов ты нас принимаешь я так и есть я клянусь жизнью моей матери черт и все ты пришел поздно солгала бандита потом попытался обмануть империю что правильно сдачи то импая фенкин киломал инклудина вон с ватсин фонда тава и микки тит улдис вот комфорим антис фанты юбкин дэмином альту альфа фар леба ассюмин и диндюс эксекупен на тис думаешь ты сможешь убить их всех включая тех кто находится на башне даже если бы ты это сделал другие пришли бы за ними за его семьей и бы обрекла их всех на жизнь на каторжных работах предусловив что их просто так не казнят ну или нечестно удивительно капу целка пациона и войска виду тебе нечестно где-то видан это твоя чертовая на что мы торчим здесь патрулируя богом забытую пустошь по твоей вине я должен слушать как люди твердят о том что она миганцам нельзя доверять я работал трудился больше всех я гражданин черт подряд ты кто такой глупый прямо маленькая шавка который скорее укусит руку который ее кормит и будет тосковать по старым добрым дико им хватит лордина сожидает нашего доклада на черепа это видимо отдела сформированный салами гансов которые приняли власть горелемальцев горимальцев арен вы говорите их название то и в рот компот просто обед по пасты камбле визнок и гистагом вы же диктосей не вижу пари что этот бедный у блядок не может поверить свою дачу он сможет вернуться домой и мы должны сделать то же самое что-то как-то башню особо не приметил качу возвращаемся века это же фида не плачу это все что имеет значение данный момент возвращаемся висел от у них да Мы вдалгоперед вами за все, что вы сделали, а Верград рассказал мне все и как-то сражался с Кикирном и спас ему жизнь. Я покручу вот этими вот этими тварями, вот этими. Да, за все то, что он сделал, мы видели, что случилось дальше, когда он встретился с черепами, как они избили его до полусмерти. Мы могли бы остановить их? Да, я думаю, ты сможешь, и фрит воин, как и твой товарищ, и ты сильна, как твой отец, это очевидно. Но я благодарю Ральгера, что ты этого не сделала, потому что имя бы не... этим бы все и не кончилось. Верград и его сестру заклеймили бы, как повстанцев, если бы... ну или даже всех нас. Хвостик заживает, а шрам исчезает. На мертвых остаются мертвые, мы живы, и это больше, чем можно сказать о многих других. Тебе этого достаточно? Ну, все, что с тобой делают, лишь... лишь... а... тебе плевать, все, что с тобой делают, лишь бы дожить до следующего дня? Верно. Вы стиснули... хм... мы на вас стиснули зубы и научились жить с болью. Я признаю, что поспешно осудил тебя, Лиза, и прошу за это прощение. Я знаю, что ты и твои друзья хотели, как лучше, правда. Но я говорю вам, боги на небесах, не свидетели, что... нам больше нечего дать, мы не можем помочь вам. Ну, может, мы можем помочь вам, нет? Я понимаю. Спасибо за вашу честность. Она может и говорить это, но не имеет это в виду. Я не ожидал от нее этого, и ее отец тоже был прям как Бек. Если она решила идти тем же путем, я молюсь, чтобы она не пошла по нему до его конца. Ну, типа не кончила, как отец. А, возвращаемся обратно. А, нет, ищем Лизу. Ну, давай поищем Лизу. Ему дальность прорисовки увеличить. Который год-то все-таки уже. Ну, боже мой, я сбежала, я мне помогла, это плохо, это плохо. Да, 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 ребята, да, я понимаю, депрессуха, все дела. это где лиза и искал тебя рука чешется сразу ну ты нашел ну что ты хочешь сказать да так я я сказал тебе лишку я хотел извиниться за это я говорю что любил свою деревню но когда один из наших беде из наших когда один из наших был в беде я боялся здесь со всеми остальными я даже не подумал платить зверкратой но ты сделала это оставлю его чувствовать себя чертовым лицемером которым я являюсь если бы действительно заботился о своем народе вы сражался за него и я буду если ты позволишь ты просишься присоединиться к сопротивлению понятно да один добиться большего ну такую себе регуру в целом господи какой есть да и чувак вряд ли даже оружием довладеть умеют а нам вроде как нужны опытные войны ну ну чем доказать и 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 ну и и и и и и что мы на самом деле можем быть полезны. Кто здесь был таким, желаю проявить терпение. Благодаря усилям всех вас в немногого добились за короткое время. Сопротивление Балгарита за вашу службу, Сайоны. Угу, угу. А это кто такие? А-а-а, Альфина еще Сайонов призвал. Видишь, что в моей отсутствии работа здесь шла полным ходом. Возвращением дорогой братьевцы, я так понимаю, твои усилия по сбору новых рекордов уменьшались успехом. А кто им платить будет? Да, в редакции Сайонов было несколько человек, которые очень хотели принять участие в нашей совместной работе с сопротивлением. Которых я пришел представить. Командирка, если позволите, меня зовут... Меня зовут... Оренвальд Лентус. Летинус. Лен... Лентинус. Полукровка, как вы, несомненно, догадываетесь. Я здесь, чтобы бороться за свободу Доломика. Я истинно рожденный сыр Герабани, как и я, не должен оказывать... Я должен оказывать тебе честь, а ты должен свободно принять. Добро пожаловать, брат. К нынешним растущим рядам и с помощью Резийского Альянса и Сынов Седьмого Рассвета я верю, что скоро мы сможем захватить инициативу. Как только наши новобранцы пройдут достаточно подготовку, я предложу генералу Алдыну разработать план нападения на Кастеллум Беладина. Ну, отлично. А остальных ты представить не хочешь? Ну, их в пень, да? То есть, как бы один чувак такой, как бы, и все представился, и зашибись. Да. Еще сказок должен показать. Тем временем в главной паласе... Роял Паласе Вал Амиго. Я уже думал, сейчас гимн России сыграет. Боже ты мой, а? А то есть, у него даже три мяча. Слушай, они еще и гимн написали для Гарли Мальдо. Мое почтение композиторам. О, я и босс. Из мягких людей. Я и кружечку, которые помогают. Я и ги-гри-грок. Я, с радости, с радости. Я и кружечка. Я, с радости. Я, с радости. Это невероятно, что я вам повечу. Я, с радости. И я, с радости, с радостью. Я, с радостью, с радостью! Я и жисла. Силы Альянса заняли Кастром Ориентис и заняли позиции во всей длине стены. Наши патрулисты вступили в бой с их разведгруппами, но никакие серьезные столкновения неба. Силы Альянса заняли позиции на протокопе Магитех-оружья. Они были уничтожены, с уничтожением на протокопе Магитех-оружья. Пропустили, да? Не спасли ни один. Подразделение, которое было получено испытать в полевых условиях прототип Магитех-оружие, подверглось нападению. Оружие было уничтожено, а подразделение повисло почти полные потери. Ну, почти выловочи полностью уничтожили. Почти полностью. Продолжай. Голос прикольный. Мой господин, из данного подразделения, находящегося под моим командованием, живых остался только один. Согласно его докладу, они попали в засаду, устроенную регулярными войсками Российского Альянса и при поддержке повстанцев сопротивления. Ммм, простейшая засада и только один выживший. Отлично любу-то. Брамсов стремление выжить не лишено смысла. Он, может быть, и выжил. Однако двенадцатый не место для слабаков. Его немедленно переведут в другое деление, мой господин. Как вы сказали, двенадцатый не место для трусов, считающих свою жизнь дороже делаю. Действительно, нам не нужны трусы. Казнить его. Казнить его нахер. Вы думаете, сколько доспехи весят, которые на нем? Мой господин, я... Сколько там железа? Ну, господин, я... Так... Трусы, передающие критические задания своим подчиненным, скрывающиеся в кастрах, никогда не встречающие свою добычу в бою, никогда не смотрящие им в глаза. Непосредственно. Почему? Да вроде нет. Почему, столкнувшись с неизвестным доселе Айконом, мы сдали Стену Альянсу? Потому что мой уваженный отец, в его инфинитическом умею, не видел нам удовольствием оставаться, чтобы перейти на их землю. Потому что он был почти на отец, в своей бесконечной мудрости не счел нужным дать нам разрешение на поход на их землю. Сегодня мы обеспечили приглашение к нашим близким. Гир Абания, где мы их проведем. На земле, на которой мы будем наслаждаться спортом королей. Гир Абания, где мы будем принимать их на поле боя, который будет наслаждаться спортом королей. Как-то чересчур сложноватенько. Королевые животные могут быть духом, но они, в основном, предоставлены и очень плохим спортом. Терпение имеет первостепенное значение. Загнанное в угол животное, может быть, и обладает духом. Но, в конечном счете, они предсказуемы и очень... И это очень плохой спорт. Но, если перед ними висит обещание свободы, и при этом оно наступает им на пятки, чтобы разжечь их страсть, тогда это становится интересным. Это тонкий танец, он требует многого от моих гонщих. И поэтому я задаю вопрос вам, мои товарищи охотники, как мы поступим с этими дикарями. Милорд, у меня есть предложение. А ну, заткнись, Солом Хиганка, забываешься. По милости лорда Ван Бальзара, тебе было предоставлено место здесь, и только по его... И только по его милости, да, имеется ввиду? Нам не нужны твои предложения, дикарь. Это дикарь, жижди доходятся на своих. Слава за вами, командир. Спасибо, милорд. Спасибо, господин. Ну, ладно. Да, да, мы справились, мы молодцы. Все молодцы, все молодцы. Я уже приглечусь. Да, этоremo дает. Так, Wooилось Danny loves. А, Dorothy? Красively, да? Нашу leng Marie ritmo? а Девы, да, не просто позавляем. поспрашивайте людей в пределе р-р-р-р-гальг господи ну зачем такие сложные названия назвали его предел восяна но вот предел восяна легко и просто боже мой вам чем всем что ли должен помочь тупичок восяна тупичок я боюсь что это название немножко за гоблином находится к сожалению господи помоги этим помоги этим поспрашиваете поспрашиваете все у этих хорошо все ли у этих хорошо мы же вроде как бы пришли не как бы не спрашивать как у вас дела в целом и пришли их агитировать на то чтобы они были сражались мать-перь-мать ну как бы видите и сражайтесь кого хера мы пришли пришли и вот контракт есть есть ну давайте планы поехали пыщ 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 что тебе уже лоб будет дочь я знаю мой французский логинском динавке всегда вчитывать внутри васу васу у свод со ин с twitchmat shroud普acı да они как-то очень сильно пер diet с французскими названиями, тут я пожалуй соглашусь, практически большинство скиллов например Red Mage звучит очень по-французски тут зря, что тут зря, звучит и звучит, что я сделаю Red Mage по-фински, Thunder, Aero, вот это все другая половина, по-моему даже не французско, а итальянско даже термины по-фински свехтования, ну это понятно, что это термины свехтования, потому что они на французском ну Thunder и Aero, это по-моему как бы в английский язык, самое непонятное японские хурмы, то есть просто термины берут и они придумывают название а не иди тогда, что боже мой, я беру задания, которые ведут в задания, которые ведут в другие задания, ааа, прекратите я конечно понимаю, что вы мне даете до до многого количества опыта в целом за все за это, но и хотите показать, что смотрите какую мою локацию замутили, очень прикольно, я понимаю ребят, очень прикольно но можно мне сюжет, как бы, ваша игра цена очень сильной сюжетом и боевой составляющей репетитивные побегушки, это как бы не ваш конек ага, вот ты где это вы не термина, который обычно не предыдуется, как Копрокопт, например, на скиллах это мило сомнительно милотое и 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 бойцвета собери нам травки пожалуйста хотя блин вот вроде с одной стороны как бы понятно какие тебе еще задания могут дать на то что ты просто пока походил и посмотрел на локацию то у нас тут есть и как это вообще работает но с другой стороны блин я победитель чудищ сколько праймалов я зарезал сколько перерезал уходу уж невинных загубил 1 файр 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 я понимаю очень по финаловски да хочу у них название одинаковые файр 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 так я нашел балбисов а тебе травы да и смысл от облегки даже кроме одного раза в день выгонили по xp просто кону с топом части самый жирный данж паралетки вы должны в любом случае пройти она рулетка скалируется с вашим уровнем и вы получаете особенно за майн сценарий вы получаете весомое количество опыта то есть как минимум раз рулетку в день лучше проходить там опыта за него выходит больше чем за просто фарм данжей но только один раз второй раз уже заграли з disappears мне кажется что с которым не напишете Прости меня, любитель свободы и справедливости, ведь нигде же не видел подопечного разрушителя. Ведь может на земле как будто бы этот чертов дурак уронил. Не одобряю. А да, где какие-то названия были? Фирарго. Ну это правда. Ну как в классических, в седьмой, в семерке тоже такая же фигня была. Сверливый, боится сопротивление. Сверливый, боится сопротивление. А, портфель. А, перепутал. А, наконец-то. Ты был занят? Да, я тут немножко был занят. Ну так, по мелочи. Всякой херней занимался. Короче, передаем сообщение генералу Алдыну. Ну, только туда дышит нормально. Спеленько. Классическому идти, что на PS2 были до больше 20 лет назад. Блин, а седьмая финалка, типа, не классическая. И PS2 не было более 20 лет назад, ну что вы. PS2, по-моему, лет 15 назад было. Я, конечно, могу ошибаться. Типа, около 15, ну, плюс-минус. Ну, наконец-то. Может, сюжета уже подвалите мне? Ммм, что-то не так? Да я занимался херней на протяжении долгого времени. Понятно, это объясняет. Внезапно вспышку активности снаружи. Да, очень сильно объясняет. Это совместно набирается в знаменуя ЦБ поворотный момент в нашей конфликте с горлианцами. Первые Сопротивления и Альянс перейдут в выступление и попытаются захватить имперский форпост и... Ну, понятно, наконец-то мы будем его оккупировать. Здесь уже пара церкви ламплостью. Класс, мы должны со стороны РЗ все сформулировать. Что ты скажешь? Я сражаюсь. Ну, потому что империя представляет великую угрозу. Если быть откликным, Альфи, это не моя битва. Но я сделал то, что должен. Понятно. Хотя мне больно слышать, что ты так говоришь. Я благодарен тебе за откровенность. Я бы что ни говорил. Я серьезно, мне больно об этом слышать. Ну, или мне приятно об этом слышать. Ну, и мою. Дождите, иначе Мнага уйдет без нас. Альфина... Ммм... Да. Могли убедить вас, присоединиться к нам, да. Я же, блин, воин света, какого хрена я вообще с гордянцами в бою. Ну, точно, ну, так вот, номинально. То есть я должен, по идее, где-то рыскать по углам, выискивать грыбаных аксиан. С ними бодаться. С ними бодаться. Ну, будешь сопровождать? Ну, как будто я мог не сопроводить вас, ребята. Ну... Тут без вариантов. Ну, кстати, надо считать, первый уровень, наконец, создание идут. Из-за этого, будешь сопровождаться за того, кто первый попросил это сделать. Ну, да. Велком бэк, комрадз. Вот ньюс. Приветствую, генерал. Я прибыла по приказу командира кемпа, чтобы проинформировать вас о последних саботек или... На фронте. Наши усилия по вербавке произошли ожидания. Помимо того, что мы приняли много целеустремленных молодых алямиганцев, наши ряды пополносятся несколькими опытными ветеранами во многом, благодаря усилиям сайонов. Как следствие, сейчас мы можем задействовать полдюжины новых подразделений. И еще большее проходит подготовку в данный момент. Ну, плохо. Ну, это, блин, не раз обыгрывалось, по-моему, например, в том же Фоллауте Нью-Вегас. В этот момент обыгрывался, что, типа... Кто тебе квест дал, тут и добрый, типа, там, без объяснений, без всего, поди и убей его. Хорошо, я так понимаю... Это лишь вопрос времени, когда горелянцы узнают о наших планах и вызовут подкрепление. Оленс принимает предложение командующего кемпа. Скажу ему, чтобы он не рисковал, приведя в сектор до влюбивых алямиганцев, способных владеть оружием. Я хочу, чтобы за... Блин, опять идиомы. Ну, что бы то ни стало, если это все, то пусть будет так. Пойдем, понаблюдаем. То есть они сейчас будут координировать военные действия. Будем пробивать вот эту тупость. Это подозреваю. И будем смотреть, что тут происходит. Найдем у меня слабое место для того, чтобы пробиться. Блин, кто мне опять неложнушки чеша? Да прекратите. Шелоны, блин. Бесконечная кружка кофе. Моя любимая. Я, кстати, сегодня арбуз купил. Охерительный арбуз. Прям даже доволен. Видимо, для меня наконец-то арбузный сезон открылся. Это я обычно арбузы где-то в конце августа беру. Бешка с этими волосами. Нет, со своими собственными. Все как положено. Кофе выпил, бородой занюхал. Души бись. Так. Коцар... Ага. Да, я готов. Так, поехали. Сейчас наконец-то сюжет пойдет. Без вот этой вот тоски. Типа бегай туда-сюда. Мы наконец-то собрались атаковать. О, боже, ты мой. Мы хотим посмотреть. Кошка кофе. Кошка кофе, это когда ты готовые зерна кофе скормил коту, он их высрал, и ты их заварил. И если вы будете говорить, что это фу, между прочим, есть сорта кофе, которые только так и употребляют. Правда, там не кошка, там мангуст, по-моему, или что-то вроде... Или ласка. Какая-то такая фигня. Как-то они так очень по-понтовому называются. Отлично. Диспозиция имперских сил точно соответствует и жданиям. Не сообщется. Каннонфайр! Откуда он? Смок! Там! Там! Бокки! Ралвес Рич. Короче, в долину Ральгра атакуют. Бесполезно. Я думаю, что кто-то глушит нашу связь. Ты же не думаешь? Ты же не думаешь? Это может быть частью скоординированной атаки? Слишком рано делать вывод. Да мы должны отменить нападение и немедленно вернуться в предел. Не знаю. Раз в том, что зерна слегка подперевариваются животными, только потом их жарят. Если жареные через кота пропускать, то это уже не то. Ну, можно в кота засунуть и кота пожарить. А потом заварить. На самом деле, очень много, что интересно можно сделать с критов. Ну, если верить игре Постл. Вперёд, вперёд. Не давайте им пощады. Не давайте им расслабиться, грубо говоря. Ты... Боли, деваха, хорошо. Такой сабель к этому. Предотвенцы. Убийцы короля, что? А, кинслейра, рот. Убийцы родственников, вот так вот. Ты не из моего племени. Ну, или ты не из моих, в общем-то. Блин, мужик, я только с тобой познакомился. Тебя уже убили. Какого черта? Господи, финалка, по-моему, бьёт все рекорды, которые только возможны. Я только-только успел с детькой познакомиться, и всё. И писец. Мефрид! Кинь, кинь, брата-убийца. Ну, там кинь типа рот, но не брата, а типа убийца своих же, типа убийца ламмиганцев, имеется в виду, я чё-то кинь с кингом перепутал. Блин. Какой черт, ой, боже мой, этот здесь. Чё-то мне нравится, ребята, сразу с... Ну, ну... Неплохо зашли, познакомили с персонажами. Кигамотину можно быстро пропустить, быстро подкачали левел и тут же начали сюжет вскармливать. Ну, спасибо большое. Можно один сюжет мне, пожалуйста? Кигамотину. Это дико назад. Биллс? Я не... не уверен. Это выглядит многообещающе. Как прикажешься, мой господин. Она не такая, как остальные. Не дозапройте меня, герой. Или я убью тебя. Ну, для сути лета. Какая, смысл в том, что ты, как бы, не убил ее. Семь родов. Это он. Сенос. Семь родов. О, ты ты мертвый человек. Такая энергичная, и в то же время такая... Пустая. Энергия много, а навыков ноль. Что-то мужик до хера, по-моему, слишком крутой. Может, из-за доспехов. Ну и что, как всегда. Лиза, беги. Ах, магический барьер. Увы. Он не спасет тебя. Да ты что, ты шутишь, что ли? Ну и что, ну и что? А можно меня сюда, я обыскнулся? Держитесь. Родить грабцы. Держите строй. Очень сложно. Короче, всех убили. Потрясающе. Мартин курит сторонки, по-моему, просто. Вообще всех убили. Крилл. Крилл. Альфино. Мы увидели дверь и слышали взрывы. Нас атакуют? Блин, нет этой фейерверки, друг мой. Имперцы накинулись на нас, прежде чем мы поняли, что происходит. Никто не знал, куда бежать, что делать. Это был полный хаос. Лиза и мастер-кемп раллилили гвардов и брали нам достаточно времени, чтобы получить каких-то болезненных в безопасности. Лиза и мастер-кемп сплотили стражу и дали нам достаточно времени, чтобы переправить некоторых раненых в безопасное место. А с тех пор я не видела ни одного из них. Ай, к черту, все, если мы потеряем предел, то все будет напрасно. Кстати, да, мы же даже истинно не пойдем, если тут не будет сопротивления. Аронвольт, можешь вы эскортировать этих людей к стене? Аронвольт, ты можешь переправить этих людей к стене? Ну, собрудить этих людей к стене? Привет. Да, сэр. Может, даже данжик покажут уже сразу? Будет плохо. Наши места в районе. Мы должны отбросить такой помощи и страдания, как мы можем. Счастливать жизни сейчас нашу огромную опасность. Он должен отправиться в предел и спасение жизни за нашу первостепенную сдачу. Если мы сможем сдерживать империальцев, пока отец не пришел подкрепление, мы сможем переломить ход событий. Ты с нами? Я с вами. Я чувствую, что вы правы. Прийти, нет времени, чтобы потерять. Говорит, вам нужен целитель, а вы есть то права, он нет времени терять. Блин, зачем мне нужна кошка-девочке, когда есть здоровый кот и мужик? Я же лучше кошка-девочке. Понеслась. И гроза. Ммм. Так, кинематографично. Все. Это гроза скриптовая? Или просто так повезло, что гроза идет одновременно? Продолжение следует... 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 Крайняя Лупи, наследие Черного Волка и наш позор, одарятся стоящие из детей, родившихся у высокопоставленных лиц Ламига и достигших совершеннолетия во время оккупации. Сыновья и дочери Гир Абани воспитываются как гордые граждане империи со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Алла Мига. Легко было бы проклясть их и назвать предателями, но они наши дети, наши плоть и кровь. И если единственный способ создать будущее, которое мы хотим, это уничтожить наших собственных, то... То для чего все это было? На-ка. Что ты скажешь погибшим, материалам? Послушайте девушку, мы не можем допустить, чтобы жертвы наших товарищей оказались напрасны. Сейчас время укрепить нашу решимость и идти вперед, и пусть это будет... Пусть это и будет болезненно. Вот так правильно. И когда Зенос вернется со всей армией, что тогда? Это не первый раз, ты знаешь. И тебе будет трудно найти людей, достаточно храбрых или глыбых, чтобы встретиться с ним вновь. Ну, наконец-то к этому пришли, да. Я до сих пор не могу поверить, насколько он был силен. Он просто унизил нас там, включая воины света. Это помогут нам Бог, если он будет следующим в очереди на Градианский трон. Хотя мне неприятно это говорить, мы не должны удивляться. Причем смеять Ван Белзара в Аламиго, Зенос привел имперскую армию в Дому, где полностью подавил восстание. Собственно говоря, Дома остается в его подчинении по сей день. Можно сказать, что наследник Вариса несравненный воин и искусственный полководец. Вопрос лишь в том, как нам победить такого врага. Блин, как будто я сейчас тебе отвечу. Мы перекинем борьбу в Дому. Интересно. Вы предлагаете, что мы разжечь пламя революции в Дома еще раз. И позволяем Зеносу борьбу на двух фронтах. Интересно. Ты предлагаешь снова разжечь пламя революции в Доме и заставить Динанса ввести войну на два фронта? Да, мне тоже что-то как-то охерет с того, как он меня раскатал просто. Для этого к вашему возвращению должно остаться хоть кто-то, кто будет сражаться на этом фронте. Слушайте, я не отрицаю, что план перспективен. Я сочувствую нашим братьям и сестрам в Доме, правда. Но боюсь, что у нас не хватит сил довести его до конца. Верь в свой народ. Если вы идете в Дома, я пойду с вами. Дайте нам время. Дайте нам время. А выиграйте нам время, и мы дадим вам нечто гораздо большее. Очень хорошо. За все, что вы сделали для нас, мы будем бороться. Но будьте мягкие, комрады. Аламиго уже достаточно страдал. Ну и че, как мы в Дома попадем. Если мы сможем наладить связь с нашими друзьями на Дальнем Востоке, мы должны быть способом добраться до никуда. Я нашел впереди тебя, дорогая сестрица. Вернее, Татару. Впрочем, мы обсудим это. Есть лишь один вопрос, который я хочу затронуть. Как бы мне не хотелось, чтобы мы могли совершить это путешествие, все вместе кто-то должен остаться, чтобы служить связистам между альянсами и сопротивлением. Ну, тогда Крилл у нас остается, да. А дальше начинается One Piece. Сейчас мы соберем команду и пойдем громить всякую херню с последних сил. Читеря при этом как не в себе. Неа, да, да. Угу. Впрочем, мы едем в Лим Соломенсии, оттуда кораблем попривем, отправляемся на Дальний Восток. А пиларсы или по Френдерс или ты мимо Крокодил в подобных играх или отходил их играть в Ориджином Синдв? Я знаю, что это, скорее всего, очень разные игры, но для меня это по потемке. пирусы и пасфайндер смотри какие пилорсы смотря какой как бы вам сказать пилорсы пасфайндер там кто-то нигерев как не себя причем нам куда нам ножку в опердокс а в пустыне про революцию блин сколько лет назад было original sin 2 наверно одна семья хихрительных игр в таком плане я бы наверное original sin 2 потом первые первые пилорсы по сюжету потом идет вторые пилорсы потому что там боявка более хихрительна и и потом идет пасфайндер потому что все таки игра довольно сильно хромает на обе лапки ну так и рассказал что значит мимо крокодил бля но я же специализируется на рпг как раз особенно симметрических я ненавижу лимцию возьмите region sin 2 там реально очень круто лимса лучший город лимса с болен самым вы вот тебе город спиралька идут по нему ходи вот так и ходи и ходи и ходи и ходи и ходи но при этом как бы вход вот в эту часть спиральки находится не дальше он находится сзади взяли вверх спиральки через задницу потрясающе архитектурно просто гиги гений архитектуры пили вот эту херню державали просто не состоянии плыть не столкнувшись империйскими силами доставлено как говори один вариант о кстати говоря дьяволе простите что осталось ждать позвольте представить вам капитана каравеллы из оружия кракена лететь кого у тебя большой топор руки хракены только не говорим что ты заключил сделку с пиратами твою матча с пиратами еще трахать мозг буду приветствую вас ее насколько я понял потом на вашего товарища вы больше не хотите продолжать продолжать наш нашу придерживаться нашего заранее соглашаю соглашение вовсе нет капитан прошу просить моей сестре и вспышку она всегда умела высказывать свое мнение другой стороны я и сам душа благоразумие чтобы подтвердить многие уважаемые люди начиная с адмирала заканчивая высшими домами межгард ах на чем ты ах да сына седьмого рассвета действительно все еще хотят воспользоваться вашими слугами однако важно чтобы вы знали некоторых смягчающих обстоятельствах я просто мозг должен быть спиралька еще ждала лимза это город пиратов но они типа натурализованные пираты я бы так сказал и надеюсь добраться дальнего востока вы пришли к нам до знаешь что мы продавцы специи которые вы крадете о богобоязненных купцов в открытом море я в рот компот я половину слов все чем может заниматься или не заниматься руки в руки краки находится в строго рамках закона установлено нашими неутомимыми хранителями моря более того мы прагматики я вижу значительность в содействии вашему делу и крайне ничтожную выгоду но я думаю что кого там прав пять морей могут быть чрезвычайно коварные и многим бедным и счастным душам пришлось испытать горе на волнах когда мы были в эшгарде слышала трагическую историю о том как наследник дома дюранды рыща с море но же сейчас почти двадцать лет спустя бедный граф по прежнему убежден что его сын жив и готов заплатить выкоп с султанский выпук выкуп за известие его нахождение и сыну ли сдать что ли предлагаешь вывести на трагедии века и свидетельство несчастья которые могут постичь нас если мы будем действовать без должного внимания если вы готовы подчиняться капризам прихотям судьбы я готов оказать вам услугу в свете недавних восстаний надеюсь вы понимаете что я не могу доставить вас в саму дому я могу доставить вас только куганы ингаши можно можно уже конец его диалогов пожалуйста они очень тяжелые у меня он сыпит терминами морским я в них вообще не не понимаю поехали уже вот мужчина нужно будет поговорить со многим людям поэтому я думаю что нам стоит разделиться естественно на стоит разделить даже без этого с даманцами говорим о том как у них там народе ничего узнать с кем поговорить кто там восстание кто-то мне восстание ну и так далее так важно кто там восстание в принципе нам просто нужно найти и деваху и смеющегося самурая они что вроде как восстание мутят я думаю этих двоих будет найти довольно просто и 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 Блин, опять же, я не уверен, что смогу потянуть три класса на сюжетке. Везде в джобов довольно интересный крыс стоит. Урод мага херня. Ведетра с 50-х по 60-х тоже херня. Ну она как бы немножко такая жизненно утверждающая, но все равно херня. У разбойников такая себе, у нить фигня редкостная. 50-х по 70-х тоже херня. 50-х по 70-х мы там свиток искали, ну зашибище. ... Да, ого. Говорят о Дорк кнай то, одна из самых игрителей на козах. сюжетно кустов прощагу дурк на это качать смысла нет если ты так танка брал 12 я был полностью уверен что пришел слишком поздно урианжер скажешь что они проделались этот долгий поток для того чтобы сопроводить нас нет миледи прежде чем вы покинете эти берега и отправитесь в восточную корею хотел бы поделиться с вами несколькими важными сведениями лук и выдаст андас райс сикрым занем без дак нинска из луки уэда сам до фон си озера lost а мид стаску посмотри туда где восходит солнце увидишь багровый угли темнейшего неба посмотри туда где падает солнце в дичь и лазурь потерянную слова я не знаю встреч клава или вихря или сумятицы и короче либо школы его вихря скорее всего либо вопли не наверное наверно шквала все-таки вэлл датс ансу тебе по байдинг она 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 бьет прописи и призем звуру звучит вполне жизнеутверждающий одно из ваших пророчеств я полагаю of far eastern origin i it is my honest hope that this ancient wisdom may serve to guide you on your journey for what dangers lie and wait few upon those distant shores are yet beyond my knowing для для восточного происхождения искренне надеюсь что эта древняя мудрость поможет тебе в твоем путешествие ибо какие опасности постерегаю тебя на тех далеких берегах и я не знаю или стать не могу а партинг гифт без петиньер раунда батвейс thank you прощальный подарок подобающий твоим окольным путем спасибо а я в мордану от свою малейки у меня есть кое-что больше чем просто слова госпожа предполагаю а то есть мы на но это и 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 Несмотря на неоспоримую силу, твой эфирный клинок требует от тебя больших усилий в обращении с ним. Но не эта рапира, которая будет служить тебе так же хорошо против любого, кроме самого грозного лагеря. Грозного лагеря. Такая себе рапира, мужик. То есть, ну как бы, рапида, да, я понимаю, но она не слишком большая для рапира, в плане я к тому, что... Думаю, что рейнджер говорится с аксианами. Он уже прошла сюжеткой с рейнджером и его сговором с аксианами. Впечатляет такое ощущение, что он настроен на мой эфир. Я буду дорожить. Почтенные гости, прощайтесь и поблизится в момент нашего расстава... вашего расставания. Думаю, что мой корабль готово. Почтенные гости, прощайтесь, дайте мою обращение. Почтенные гости, дайте мою обращение. И... обращайтесь. Да, аксиана после Аррера, да, это все уже прошло уже. Он же... это сюжетка раскрывается после... ДК в Хэвитсварде доступен. Такой этих Хэвитсвард, там можно сразу ДК встать. Ну ДК с 30-го начинает. Здравствуйте, гос. Кожа на Шкарбат появляется путь. Передайте мои пожелания Танкроду и остальным, и берегите себя. Хэвитсвард как бы... Как не относится к этому? Вроде относится как раз таки. Там же и объясняется, к как этому он относился. Ну вроде бы. А, кстати, у меня такая же рапира. Пу-у-у-у. Еще войнам и тьмы не плохо, но это типа заделка на них была. Не, честно, что это планы в планах в планах. Это слишком охерительно, имхо. Даже для этой игры слишком охерительно. Мне кажется, что это вообще не выстрелило. Да вроде бы выстрелило. Эх, это кончилось. Эх, ну вот. Ой, не надо, только не дел руки. Не, не надо, или нет? Не дай, не дай, не дай, не дай. Счастливые и напитки на море. Мизера почувствует себя. Перекрасный день, не правда ли попутного ветра и... Непопутного моря. Мизера наслаждается... Собой. Я надеюсь, правда. Но это не будет для вас, чтобы все наше путешествие с пролетом. Давайте покажу вам его квартире. Тем не менее, я думаю, вам бы и не хотелось спросить все время вашего путешествия на палубе. Позвольте мне проводить вас в вашу поютку. Так темно, на самом деле, я не темно, я просто слушаю внутреннюю голосу против правил, но не против всех правил, так и против злых, и все равно за добро нам быть все-таки темно и загадочно. Звучит охерительно. Звучит, знаете, как Эмма. Мы разобьемся, да? Эй, это фигня, ты должна делать это? Эй, не при нормальных обстоятельствах. Нас атакуют? Капитан, вы нужны на палубе. Тут странное происходило. Ветер стих, а вода успокоилась. И вдруг нас потянуло в сторону от курса. У вас Хракен, что ли, за жопу схватил? Потащила? А, потащила. Чем? Что-то в воде, да. Ради всего, если вы позволите, я иду на минутку. Короче, было бы неплохо, если бы вы присоединились ко мне. М-м-м, странно, очень странно. Ну, ты хоть понимаешь, что происходит? Нет, как сказал этот мужик, несмотря на отсутствие ветра и течения, мизери каким-то образом сбилась с курса. Почему там являются двигатели? Отличное предложение, основанное на знаниях, которыми вы не должны обладать. Но наши двигатели, похоже, неисправны по причинам, которые сейчас ускользают от моих инженеров. Говорю вам, Капитан, это те штуки, которые видели, ребята. Да, за темную сторону, по-моему, вообще не было сюжета ни разу, я ведь, по крайней мере, не припомню. Штуки? Не думаю, что смогу убедить вас попробовать использовать что-то более конкретное, прилагательное, например. Заверия морских волков и сказки... Детские сказки, не более того. Но если вы хотите знать штуки, которые он так не любит называть, это души умерших женщин, которые, как говорят, заманивают моряков на верную смерть. Сирену, что ли? Если это не море-непогода, скорее всего, кто-то их жрет, да. Протечение нас вынесет, и мы будем мочить все, что там движется. Да, у меня такой же план. Чуть-чуть крушу. А-а-а. Это данж. Внезапно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Неожиданно. Класс. У меня сейчас еще и пробустят. Э-э-э, блин, где ассалка? Тендлист. Раз, лопачи, конфернт. Кребаные хиллеры. Где-то в неведомом, где-то. Занимательный данж, ну ладно. Ассалка-красилер. По о стадиону. Да. Нет. Играет музыка. 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 пианина однако мне больше досталось ну а нифига себе а блин я спринтажал нельзя же нажимать а остаемся да ладно можешь доведешь их вот туда как бы они там урона получат от того что не зайдет сюда нет не надо и донки и 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 Неожиданно, не правда ли? Секунду, где-то примерно Неожиданно 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 Надо сбежать То есть, не стягивать надо сбежать Ну, я помню, голова 270 Да, я знаю, что трудно А, вот он для чего нужен Я-то думаю, чёрт за херня А, всё думаю, для чего он нужен? А, всё думаю, для чего он нужен? Чё, а я налутаюсь нафиг Чё, а я налутаюсь нафиг Начинаем Далее, нормально Проверяем Проверяем Восху Проверяем Восху Проверяем Дай его куда-то забинить надо. Дай его куда-то забинить. 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 Маличка такая миленькая. Капитан Карваль... Карв... Карвалайн. Капитан Карвалол, я так понимаю, что вы обещали оставить нас только до Куган, и у меня нет желания менять условия нашего соглашения. Однако мне было бы интересно узнать, как вы собираетесь добраться до Атарда, будь вы на нашем месте. Рискую сказать очевидно, вы в порту. Наверняка здесь найдется добрая и щедра душа, которая поможет вам за подходящую цену. Вы не можете быть первыми путешественниками, ищущими дорогу в дому. Капитан делает хорошее замечание. Похоже, что Югири и Гасетсо были вынуждены прийти сюда по тем же причинам, что и мы. Они должны были найти путь в Атарт, если только они все еще не в городе. Прежде чем искать проход, возможно, вам стоит сначала найти друзей. Да, да, да. Опять Татару пойдет сведения собирать. Отчаянно хотите выпить, не так ли? Вы можете найти таверну в том большом здании сразу за пирсом. Нет, короче, вы можете пойти туда и там отдохнуть. Спасибо, капитан, да хранит вас навигатор. У капитона Грэбана просто какой-то смешной огромнокомичный топор. Да извините, джемпазл ничего толком не дает смысл. Я думал, что Ишгард удивительный, но это... Мы точно больше не в Айозе. Ха-ха, Таверна это Таверна, Альфино, здесь или где-то еще. Теперь, если вы меня извините, пора заняться тем, что я имею лучше всего. О, тысячи извинений, миледи. Это не топор, этот портативный веер опахало, когда ветер на море заканчивается и полный штиль моряки мимашут и дуют паруса. И вы? А, да, конечно, извините. Хэ, Хэнкок из Ист-Альденарда Трейдинг Компании. В вашей сервисе. На behalf чеймену Лолоритто, я поздравляю вас в Кугане. И приглашаю вас, чтобы запрещение в наших офисах. Лолоритто. Ах, да, конечно, простите меня, Хэнкок, торговая компания Восточного Альденарда, к вашим услугам. От имени председателя Лолоритто я приветствую вас в Кугане и приглашаю подкрепиться в наших местных офисах. Лолоритто. Я знал, что его интересы протираются за пределы Рызы, но не так далеко, как Кугане. Несмотря ни на что, я не склонен принимать гостеприимство ухмыляющегося купца. Особенно того, кто служит хозяину, с которым у нас такие сложные отношения. Надеюсь, правильно. Такая злая злая. Я надеюсь, что дела с кристальными хребрецами не лишили вас веры своих товарищей. Или вы действительно думаете, что председатель замышляет втянуть вас в очередной свой грандиозный план? Я прошу вас, извините. Если вы пытаетесь победить мою веру, то вы выиграете... О, господи, я вас обидел. О, боже мой, я вас обидел. Я должен извиняюсь, что слишком много времени в Азербурге. Видите? Один способен поговорить в кругах вокруг всего этого. И один найдет себе желание за инвигурно-кандидное голосование всех рынков. Я вижу, что это не было время, ни место, чтобы обидеться желание. И снова я должен извиниться, слишком много времени провел на Дальнем Востоке, видите ли. Мне есть вынуждены говорить обо всем по кругу и тоскуешь по бодрящей откровенности речи ульда... Ульда... Ульданских рынков. Хотя теперь я понимаю, что сейчас не время, ни место предаваться... Тоске. Ну, короче, пойдем в офис, там слишком много глаз и уши. Если я могу оказать вам услугу, проявив бодрящую откровенность, которую вы, очевидно, жаждете... Было бы решительно безрассудно следовать за человеком, которого я не знаю и которому не доверяю. Назовите мне хотя бы одну причину, по которому мы должны принять приглашение лорда Лорита. А, вот тот молодой дипломат, про которого мне говорили. Хорошо, тогда я вам объясню. Вы понимаете, что прибыли в самую закрытую и скрытную страну, да? Кто и чьи границы закрыты для внешней торговли, кроме этого единственного порта? Тогда не стоит удивляться, что многие стороны имеют здесь корыстные интересы. Конечно, торговцы вроде меня это само собой разумеется, но на каждого из нас, будьте уверен, уйдется и агент иностранного правительства. Блин, сколько вообще интересно... В целом, вообще, империи-то, помимо Горлеанской, я думаю, они, в принципе, одни остались. Кстати, Горлеанская империя просто как такова истина. Жирает все, что движется и не движется. Это что за черепашка-ниндзя? Много известные нации и империи имеют здесь посольство. Знаете, включая, конечно, Горлеанскую... Горлеанскую империю. Вару за Горлеанскую. С которой у вас такие сложные отношения. То есть, проще говоря, что Кугани решит империйскими шпионами, один или несколько из которых сейчас могут подслушивать каждое наше слово. Ну, проще говоря, да. Я все еще сомневаюсь, но он вроде говорит правду. Угу. Ну, иди нас. Угу. 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 я же правильно понимаю нет неправильно где пересну а тогда вот так и полю был бы слишком просто не продали но здесь естественно не допрыгнуть странно там лукаут ну ладно весело зато айферит кстати у меня напомнил спасибо пирс номер 2 вы смотрите весь город на 1 локацию тут они хероси беда не продали надо маленький феррит испит полопать еще еще и графонисты до мы берем самый большой другого района в куган и каган и дори куган как вы не знаете это древнее хигантское слово значающие золото и так в этом процветающем порту где являют делаются золотые состояния меньше состояние или коган и зарабатываться местными торговцами все это вполне логично если выучить язык теперь начинаешь говорить на моем языке родственное душа как приятно встретить молодую леди которая ценит ценность монет добытых тяжким трудом и Эйнкок из торговой компании Ист и Илденарт. Вы сегодня с клиентами? Боже мой, это же мастер Кайтон. Позвольте представить вам моих уважаемых гостей, недавно прибывших из далекой РЗ. Эта добрая душа контролирует все сделки в Каганодоле. Ваша искренность всегда ценится, как он и говорит, я Кайтон из клана Хакути. И для меня честь служить смотрителям этих рынков. Поскольку в Каганы приезжает много иностранных гостей, мы принимаем любую валюту. Будьте верны, здесь рады вашим арзийским гилам. Я благодаря вас ознакомить с нашими товарами с моим удовольствием. Интересно, какой курс валют вообще в целом. Здесь, вон идите все. И... Субтитры создавал DimaTorzok Эту дорогу ведет Иддин Гай, район, в котором разрешено проживать Иддином, то есть иностранцем. То есть Гай Дином. Потрясающий процесс крития злов. Идин. Чтобы мы подумали, что же оно означает, не правда ли? Где же находится иностранное посольство, в том числе посольство определенной империи? Именно так, что, как видите, нет ничего необычного в том, чтобы пересечься здесь с одним из наших горлеанских кузенов. Учитывая это, я бы посвятовал вам тщательно подбирать слова. Мы бы не хотели физических стучек, в конце концов, такие размолвки строго запрещены. Сикисигуми. С первого раза. Сикисигуми довольно сурово наказывают за нарушения мира. И видел, как иностранцев навсегда ссылали в ссылку за одно нарушение. Хотя, честно говоря, такое случается нечасто. Чаще всего их казнят. Увы, не шучу. Эти самурай лишают выличество емора. Я припомнил один случай, когда иностранный купец в своих чашках осмелился наложить руки на фиганского аристократа в присутствии Сикисигуми. Самурай от него давным разоблил его пополам, негер. Прям муа. Я даже не хочу думать об этом. И да, как видите, вам следует вести себя прилично. А в противном случае мы будем вынуждены расставаться друг с другом или вы сами с собой в манере покойного. Вот это шутка, мужик. Просто, браво. Как я себя развлекаю. Ну, мы должны продолжать. Кто не помнит, это ладжи, ладжи прям пополам. Разрубили. Шутник херов. Там, где улицы вымощены кабаном. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А-а-а. Отличное название. А что-то я смотрю, у имперцев довольно... А-а-а. Общик до посольства, е-мое. Поздал уже. Да, как вы уже догадались, к консульству, сами знаете кого. Обратите внимание на охранников. Помашите он ручкой. Я мог бы еще много рассказать об успокаивающих водах Ансена, об эфемерных проездах района удовольствий. Где он? Новый несомненно, все еще тумлено долгим морским путешествием. Так, для представителей нашей скромной офисы. Нам нужно много обсудить, поэтому я воздрешусь. В дальнейшем буду в лагине. Идемте, идемте сюда. Миленько. Наши томатурги приложили все усилия, чтобы оградить эти стены от всех видов наблюдения. Когда я речусь о деловых сделках, мы не идем на компромисс с конфиденциальностью. Можете пользоваться этими офисами в течение всего вашего визита. Приходите и уходите, когда захотите, и знайте, что вы можете говорить здесь свободно. Ну, понятно, я не буду заключать такого соглашения. Законное беспокойство. Позвольте уточнить. Председатель предлагает вам рассматривать это как выражение его искреннего раскаяния, закрывая банкет и последовавшие за ним неприятности. Председатель никогда не был привержен одних лишь только слов. Потом он считает, что предоставление материальной помощи является более подходящей демонстрацией его искренности. По чистому совпадению, ваша цель здесь также совпадает с нашими интересами. То есть, если предположить, что вы прибыли, могу ли я предположить, что вы прибыли, чтобы помочь фронту освобождения от Домана или Дома? Дома же, да? Я не буду утверждать себя опровержением. Да, вы имеете на это право. Если быть точным, мы прибыли в поисках наших дальневосточных союзников. Югири и Гасетсу, которым мы надеемся помочь Викбальбе. Они тоже приехали в Курганы. Курганы. Вы уверены? Вполне, они прибыли сюда на борту судна компании, видите ли. Однако у них возникли трудности с проходом через Рубиновое море. Рубиновое море? Извините, я никогда не была хороша география. Простите, нам понадобится карта. Я, нам в карту будут пальцем тыкать. Мы вот тут, в Курганы. Единственное открытое порт Хингаши, расположенное на ее западном побережье. Дома, тем временем, находится здесь, на восточном побережье от Тарда, в Янше. Поэтому, если ваши друзья хотят достичь Дома, они должны сначала пересечь Рубиновое море. Ну вот, а легче сказать, чем сделать, поскольку Рубиновое море не входит во владение ни Хингаши, ни Дома. Поскольку с древности контролируется третьей стороной, а именно конфедерацией. Откуда везелась конфедерация? Ага, вот конфедерация. И кто у нее? Пираты. Этот морской коллектив известен непревзойденным мастерством своих моряков и тем, что требует, чтобы любое судно, входящее в его воды, платило пошлину, называемая Рубиновой частью, да? Итф. У Рубиновой доли, можно сказать. Не уверен, как правильно Титф перевести. В обмен на это, их огромный флот гарантирует безопасность тех, кто путешествует по территории, по ее территории. Сейчас, как я уверен, что вы уверены, Гарлемолд конкурировал Дома несколько 25 лет назад, в которой импирь не видела цену в контроле Рубиновой море. И так далее, они превратили очевидное очевидение на активности конфедерации. Гарлемолд завоевал Дома примерно 25 лет назад. И в то время империя не видела смысла в контроле над Рубиновой морем. И поэтому они закрыли глаза на деятельность конфедерации. Однако у недавно назначены исполняющие обязанности имперского вице-короля... Ну, короче, имперского наместника в доме, вице-короля, почему не его вице-королем называют? Были другие идеи. Она официально осуществила конфедерацию и заявила, что все, кто признает их власть, будут названы врагами империи. Вот нормально ядно, вошел в подходящие слова. Уступив этому давлению, Хингаша разорвала связь с этими сборщиками пошли, запретил выпаду Рубиновой доли, чтобы по делу конфедерации дать понять, что любые купцы, решившие плавать по Рубиновому морю, будут делать это на свой страх и риск. То есть теперь там никто не плавает. Ну, или почти никто не плавает. А почему они просто... Ну, хотя это пирата, наверное, там... Тысячая одна бухта. Невидительно, что им с трудом удалось добраться до дома. Какой капитан рискнул бы отправиться в такое путешествие, учитывая обстоятельства? Мне сказали, что ваших друзей было не так-то легко сбить их курсы, но я не знаю, принесло ли их упорство плодой. Я предлагаю пойти по стопам Юги Регасетцы и попытаться самим найти проход в дому. Нам в любом случае придется пересечь море, и в процессе мы сможем узнать что-нибудь об их местоположении. А если мы узнаем, что они все еще в Кугане, мы сможем совершить это путешествие вместе. Или продолжить наше путешествие вместе. В любом случае у меня есть информация, которая может быть вам полезна. Поверяю, что никаких квид-прокро, услуга за услугу. Председатель очень наставил на том, чтобы я помог вам в мере своих возможностей. Улыбка у тебя гаятенькая. Эх, лимона гиглов у меня даже нет. Ой, какой-то подарок дадут. A good samurai is a hard to find. А решил самурай тяжело найти. Ладно, давайте, наверное, сегодня закончим. Хоть мы в городе все равно тасуемся. Да я подостал уже немножко. Тяжело. Да и вы, смотрю, уже заснули все. Слабаки. Фу, такими быть. Ладно, дамы и господа. На сегодня, к сожалению, у-сю. И... Помните. Не жаля вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Не жаля вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте, ну и канал на Ютубе. А еще можно комментарии оставить, что просто мне было приятно. Ну и друзьям расскажем, что хоть какая-то реклама у канала была. Вот. Не сплю. Урати вы все. На Иос. Не спят они. Пока.